Информационная служба Оркин Медиа приветствует всех, кто сейчас смотрит наш телеканал в эфире новости. Я Ольга Сивуха и мои коллеги-корреспонденты Оркин Медиа расскажем о событиях и происшествиях за минувшие выходные и этот понедельник. Смотрите далее. Съедобно-несъедобное. Трое жителей Балхаша отравились семенами ядовитого растения. Наблюдалось недомогание. Фиксированная цена. Где в Балхаше можно купить хлеб подешевле? Сейчас реализуют хлеб население Паши и Саптинге. Погода в доме или как стартовал отопительный сезон в Балхаше? Сегодня с 8 утра все дома работают. Трое жителей Балхаша отравились ядовитым растением. Мужчины съели семена клещевины, которые еще называют касторовым деревом. Все трое попали в реанимацию. Сегодня их отправили в клинику токсикологии в Караганду. Семенами пострадавшие перекусили на работе. Во дворе росла клещевина и перед зимой с нее собрали зерна для пересадки и засушили. Мужчины нашли ядра и съели по 15-20 каждый. Дома они почувствовали себя плохо. Один попал в больницу, в этот же день второй на следующий. И рассказал медикам о третьем напарнике, которого после тоже госпитализировали. Позже выяснили и причину отравления. Состояние у одного из пациентов начало ухудшаться. Его отвезли на лечение в областную клинику токсикологии. Следом своим ходом туда направили и остальных. По словам врачей, их здоровью ничего не угрожает. Наблюдалось недомогание, жидкий стул был. Один поступил инфекцию, он скрывал вначале. Один напарнился, потом он сказал, что трое имели. Потом третьего из дома послали, из дома забрали его. Клещевину можно увидеть в некоторых балхарских дворах. За яркий внешний вид ее любят дачники. Многие и не знают о том, что растение представляет опасность. Все части кустарника содержат ядовитый для человека и животных белок. Прием внутрь семян вызывает рвоту и колики, кровотечение из органов желудочно-кишечного тракта и даже смерть через 5-7 дней. Вред здоровью непоправим. Выжившие не могут полностью восстановить здоровье. Потому что содержащиеся в составе рецин необратимо разрушают белки ткани человека. В Балхаше подорожала привозная молочная продукция. Цены выросли на 10-15%. Поставщик объясняет повышение стоимости товара подорожанием топлива. В Балхаш основную часть молочных и кисломолочных продуктов завозят из Кустанайской области. С этой недели производитель установил новые цены. Изменилась стоимость и в магазинах города. Теперь за пол-литра молока вместо 90 тенге придется заплатить 105. Сметана подорожала на 10 тенге. Прежней осталась стоимость творога. Изменились цены и в овощных магазинах. На 10 тенге стал дороже картофель. В город поступает молоко и молочные изделия из города Кустанай. Буквально неделю назад они повысили цены на все кисломолочные продукты на 10-15%. Однако до конца года повышение больше не произойдет. И в продолжении темы о ценах. 55 магазинов Балхаша вернули старые цены на хлеб. В этих торговых точках будут отпускать по 60 тенге за булку. Напомним, на прошлой неделе хлебозавод повысил отпускную цену на хлеб с 56 до 58. Фирменные магазины Балхашнан тогда стали продавать по 62 тенге. Большинство торговых точек поставили 65 тенге за булку. Чтобы урегулировать стоимость хлеба по магазинам, выехала рабочая группа городского Акимата. Специалистам удалось договориться с некоторыми предпринимателями вернуть старые цены на хлеб. Сейчас в 55 торговых точках из больше чем 200 хлеб снова стоит 60 тенге за полукилограммовую булку. Список этих магазинов есть на нашем сайте. Многие торговые точки цены повысят до 65 тенге. Рабочая группа нам удалось на 55 магазин. Это магазин, который реализует хлеб. Они сейчас реализуют хлеб населению по 60 тенге. Неделю в один раз цены будем контролировать. Жители пятиэтажки микрорайона Мухамеджанова несколько месяцев задыхаются от нечистот. Канализационными стоками топит двор, подвалы и детскую площадку. Жители регулярно подают заявки коммунальщикам. После визита последних проблема решается, но временно. Акмар Алхасина с подробностями. Житель микрорайона Мухамеджанова Жуматай Науанов за несколько месяцев научился виртуозно преодолевать дорогу из-под езды по бордюру. Другой путь на улицу по доске, которую проложили жильцы 17-го дома. Завонная река, которая перегородила выход, тянется на несколько дворов. Топит подвалы и соседскую детскую площадку. Каждый день рабочие приезжают, чистят. Через полчаса опять течет. Тут антисанитария, подвалы заполняет. По словам жильцов микрорайона Мухамеджанова, канализационные стоки с колодца топят с весны. Коммунальщики утверждают, узнали о проблеме около двух месяцев назад. Выяснилось, прорвало трубу, которая находится под землей. Из-за этого засоряется колодец. Чтобы заменить аварийный участок, со слов работников Балхашсу, не хватало времени и не было техники. Там стоит керамика диаметром 150. Мы будем заменить его на пластиковую трубу диаметром 160. После замены авария не будет. Для полного устранения проблемы бригада Балхашсу планирует проложить почти 20 метров новой трубы. На место старой, которая отслужила почти 40 лет. Работы по замене трубы начнут через неделю. До этого коммунальщики будут ежедневно чистить колодец. Прошло несколько дней. С того времени, как стартовал отопительный сезон в Балхаше, поставщики тепла рапортуют. Балхаш подключен на 100%. Обслуживающие организации заверяют, что устранили все неполадки. А наш корреспондент Виктория Буханцева проверила, у всех ли в домах есть тепло и как в целом прошел запуск отопления. Пробный запуск отопления в город начался с большой аварии. На улице Агбай-Батыра прорвало теплотрассу. По лоткам горячая вода спустилась в самую низкую точку улицы Ленина и затопила 4 торговые точки на технических этажах. В некоторых местах уровень превысил 1 метр. В тот же день протечку устранили и начали подачу тепла. А вот владельцам магазинов предстоит судебное разбирательство. А сегодня ночью прорвало теплотрассу в микрорайоне Шашубая. Без тепла остался один дом. Утечка была небольшая, в течение дня ее устранили. За несколько часов специалисты Сужилу Транс заменили около 5 метров трубы. Это теплотрасс, на который Шашубая 5 дом идет. Ночью авария вышла, дом остановили. Через час-час, через полчаса дадим. Подачу отопления в город начали 5 октября. Первыми на очереди были детские сады, школы и медучреждения. Больше 40 зданий. После подключили и жилые многоэтажки, а это около 600 объектов. На сегодня, по словам поставщиков тепла, система запущена на 100%. По станции Балхаш начали вчера, 7-го числа, начали подавать. Сегодня уже завершили то, что там. Комрад должны были 10-го числа, согласно решению. Но мы погодные условия заставили, чтобы мы пораньше запустить. Сегодня уже полностью, 100% там тоже отопление уже имеет. По Сайку завтра уже начнем. По данным КСК города, тепло доведено до всех домов. Фирма «Балхаш-Универсал», которая обслуживает больше 300 зданий, провела все работы в выходные. На 20 объектах возникли неполадки, но в основном по вине жильцов. Самыми проблемными для коммунальщиков были 21-й и 17-й кварталы и дома старого типа в центре из-за чердачной системы розлива. Сегодня с 8 утра все дома работают, но очень много заявок, связанных с поквартирными. В основном они связаны не с инженерными сетями общедомовыми, а с сетями, которые проходят в квартирах жильцов. Эта работа займет еще, скажем, 5-6 дней, я думаю, до конца недели. Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Уркин, Медиа. Последний рейс. Со следующей недели автобус 3Б больше и не выйдет на дороги. Как обычно, с середины октября перевозчики закрывают дачный маршрут. Эту неделю рейс до Белого Камня еще будет ездить по расписанию. На круг выйдет один автобус, а в понедельник, 16 октября, маршрут остановят до весны. Возить дачников 3Б начнет, как обычно, с 15 апреля. А вот будет ли транспорт доезжать в следующем сезоне до конечной остановки, пока неизвестно. Возможно, не все рейсы и маршруты будут езжать до конечной. Трия будет ездить без изменений. В будние дни 5 рейсов. В субботу, воскресенье и праздничные дни 4 рейса из города. Балхашские школьники поздравили спасателей танцами. Ученики каждого учебного заведения подготовили номера, в которых движениями показывали разные ЧП и способы борьбы с ними. Праздничную акцию ко дню сотрудников ЧАЭС назвали «Безопасное детство». Как это было, смотрите в зарисовке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска, который будет завтра в 20.15. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok